Так. Первое послание апостола Павла Тимофея, глава 2, стих 11-12. Пусть женщина учится в мире, полностью подчинившись. Я же не позволю женщине учить мужчину или иметь над ним власть, но пусть будет тиха и мирна. Это база, Александр. Ну, я не особо считаю, что это база, на самом деле, потому что в целом, в целом, в целом, женщины, они классные. Женщины, они умные. Могут быть, по крайней мере, не все женщины умные, но женщины могут быть умными, женщины могут быть интересными. Женщина может быть умнее мужчины. В некоторых случаях даже сильнее, но во многих случаях женщина может быть умнее мужчины. Ну, я даже, наверное, так скажу, есть огромное количество настолько глупых мужчин, что проявление ими власти какой-то, мужчинами этими, ведет скорее к деградации. Понимаете, да? То есть, в некоторых парах лучше действительно, чтобы управляла женщина. Вот. В чате пишут, Шат, вот не добили первую волну феминизма и к чему это привело. Первая волна феминизма хорошая и правильная, на мой взгляд. Ну, я не хочу оценочные понятия какие-то откидывать. Ну, это норм. Ну, я не вижу никакой проблемы. То есть, женщины многое могут. На самом деле, сам факт того, что женщины вошли в нашу экономику, это хорошо. То есть, что женщина не просто абуза, которая рожает детей, а женщина это человек, который выполняет ряд рабочих обязанностей, берет на себя очень много всего дополнительно на работах. Это, собственно, классно. У нас сейчас, к сожалению, единственное, что у женщин слишком много прав. Я не считаю, что женщинам нужно так много прав, настолько больше, чем у мужчин, при меньшем количестве обязанностей. Да, то есть, последние волны феминизма, мне кажется, совсем кринжовыми. То есть, они совсем выродились во что-то предельно странное. Но подчиняться мужчине, а с чего бы? Слушайте, в паре мы решим, кто кому будет подчиняться относительно того, как мы в паре захотим это делать. Вот, допустим, я организую пару, я доминантный человек, да, я не буду встречаться с девушкой, которая будет доминировать надо мной. Это правда. То есть, я в своих личных отношениях такого не допущу. Но есть люди, которые допустят, и во многих ситуациях лучше бы они действительно это себе допустили. Многие мужчины имеют лучше, чтобы они подчинялись своим женщинам, как ни странно. То есть, некоторым мужчинам, это даже, может быть, даже половине мужчин, было бы неплохо поучиться у женщин. Не вижу в этом никакой серьезной проблемы. То есть, определять то, кто у кого должен учиться, необходимо, исходя из конкретной ситуации в ваших отношениях. Ну, например, мужчина умнее женщины, особенно в том или ином вопросе. И в этом случае женщина должна слушать мужчину. Но если женщина умнее мужчины в том или ином вопросе, или вообще в принципе, тогда уже мужчине нужно бы послушать женщину на самом деле. Понимаете? Тут, как бы, это не должно определяться исключительно полом. Здесь сказано мужчине, а не слабому существу мужского пола. Если вы про сильного мужчину, то сильный мужчина не всегда значит умный мужчина. И это не значит, что вот этот сильный мужчина может принимать какие-то адекватные решения в своей жизни. То есть, эта его сила может быть довольно хаотичной, довольно ебанутой, довольно вредоносной для него же самого. И если он будет слушаться женщину, может быть, его жизнь от этого станет намного лучше. Парк, еще раз, да, повторяю. То есть, тут, как бы, такое. Слушать кого-то или не слушать должно решаться не путем, как бы, силы, да, не путем пола, не путем мужественности, а путем того, кто эффективнее что-то делает. Если ваша женщина, например, если моя женщина, например, будет заниматься юриспруденцией и будет в ней понимать больше, чем я, я буду ее слушать в юриспруденции. Блин, это очевидно. Если моя женщина на кухне лучше готовит, чем я, то я буду слушать ее, как готовить. Ну, или она будет готовить. Мы как-нибудь, в общем-то, здесь решим. Понимаете, Парк, в чем дело? Если я шарю философию лучше, чем она, то она меня будет слушать по философии скорее. Понимаете? Понимаете, Парк, как это работает? Если я профессионал по уборке полов, то это я буду ей давать советы, как убирать полы или сам буду убирать, понятное дело, тоже. Тут как-то вот так вот. И вот это везде так работает. То есть просто потому, что ты мужчина, 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 я мужчина, блядь. Это плохой аргумент в пользу того, что тебе должны подчиняться. И, собственно, над женщиной должны иметь власть. Понимаете? И более того, это не просто плохой вариант. Это одновременно с этим еще менее эффективный вариант. Вы просто... Ваша семья, ваше общество, ваше маленькое сообщество, это семейное, ваши отношения, они от этого просто будут хуже становиться. Если вы будете распределять ваши вот эти вот послушания и научения по принципу от мужчины к женщине. Вообще по-хорошему, по-хорошему, если мужчина во всем круче женщины, тогда женщина должна слушаться во всем. Если женщина круче во всем мужчины, то тогда мужчина слушается женщину во всем. В среднем обычно просто у кого-то есть свои сильные стороны, у кого-то есть свои слабые стороны. Все. И желательно, чтобы ваша вот эта вот ячеечка, неважно это отношения, неважно это семья, неважно что это, важно, чтобы вы просто понимали, кто в чем силен и компенсировали недостатки друг друга. От этого ваша жизнь будет лучше, эффективнее, класснее и прекраснее. Приблизительно вот таков мой вам ответ.